С первым школьным звонком первоклассники вступают во взрослую жизнь. К этому ответственному моменту в каждой семье подходят по-разному. Мы побывали около Видновского художественно-технического лицея и узнали мнение тех, для кого школа только распахнула свои двери. Расскажи про школу. Как тебе взялась? Нормально, очень хорошо. Там очень хорошо, очень вкусно кормят, особенно на обеде. Вот. Там очень хорошая физкультура, мне она очень нравится. Конечно, моменты волнительные очень, потому что внук у меня единственный, и всей семьей мы готовились к этому, к празднику, это великое событие. Но и до сих пор, если сказать честно, мы не можем прийти в себя и понять, что да, мы уже взрослые, мы ученики. Я еще не привыкла рано вставать, еще так, но чуть-чуть попозже встаю, ну а так иногда рано встаю. Как тебе в школе? Расскажи. Хорошо, у меня много друзей. Я очень рада, что я пошла именно в шесть лет, в первый класс, и хочу все время учиться. В школе готовились очень спонтанно, потому что Агате еще нет семи, я очень долго думала, отдавать ли в этом году в школу или все-таки подождать. Поэтому получилось, ну как-то все очень быстро, все быстро покупали. Но она очень хотела, очень хотела, для нее, как бы, что вот она будет первоклассницей, это такой уж другой статус. Мы ходили на подготовку целый год к учителю, и к этому же учителю мы и пошли в первый класс. С нами в группе, в одном классе, пошли наши одногруппники по детскому саду. Нужно учиться на хорошей оценке, делать все хорошо. Нужно не только отдыхать, еще работать когда-то. Я не скажу, что долго готовились, но мы так вот из-под довольки постоянно вели такие вот разговоры. Дима, скоро будет, да, вот скоро будет, придется вот режим, тут немножко будет по-другому. Ну, конечно, это воспринималось все, ну будет и будет. А вот теперь оно настало, и теперь работаем, работаем. У нас все получится. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.